МТА Провинц. Проект, который обрёл свою популярность за счёт общественного транспорта и своей уникальной картой. Разработка этого проекта идёт с далёкого 2014 года. И этому проекту уже практически 8 лет. За это время на провинцию много чего добавили, а также много чего поменяли. Каждый день на текущей провинции происходит что-то новое. Но помните ли вы старую провинцию? Ту самую атмосферную Бету 0.1.7. Ту старую провинцию, где практически не было хасанчиков. И о читерах даже никто подумать не мог. Я думаю, что не помните. Конечно, я уверен, что на провинции остались люди, которые играют в неё с самого открытия. Ну или же следят с самого начала разработки этого проекта. В общем, сегодня у нас ностальгический ролик по провинции. Я постарался собрать все самые ностальгические моменты, но из-за моих стараний я попрошу поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий для продвижения этого ролика. И не забывайте то, что играю на провинции исключительно на третьем сервере. И мой промокод Литрой. Поэтому, если будете играть вместе со мной, то указывайте его в меню реферальной системы в поле промокод. Ведь ты получишь бонусы на третьем уровне. Но я больше не буду вас задерживать. Заварите себе чай, берите печеньки. Желаю всем приятного просмотра. Знали ли вы, что перед разработкой провинции, разработчики когда-то разрабатывали мод для сталкер. Но у них как-то все не пошло, поэтому они начали делать мод для GTA San Andreas. Помните, что первые версии игры были синглплеерными. А уже с версии 0.1.7 разработчики перешли на платформу МТА и начали делать мультиплеер. Помните первый трейлер провинции в версии бета 0.1.0. Помните, что раньше провинцию разрабатывали только два человека. Дэмпрод и хеджи. А сейчас там так вообще целая команда. Помните трейлер беты 0.1.5. Помните первый тест железной дороги. И как нам говорили, железная дорога будет реализована в бете 0.1.7. Но на самом же деле саму фракцию реализовали в бете 2.0. А до этого поезда никак не были задействованы. Помните тизер беты 0.1.7, в котором нам показали доделанный Приволжск. Помните уже официальный трейлер беты 0.1.7. Помните, что официальный релиз беты 0.1.7 состоялся 13 июня 2016 года. В тот же день и открылся первый сервер провинции. Помните, что на открытии провинции не было никакой фракции. А первая фракция ГУВД появилась спустя плюс-минус 2 месяца после открытия. Помните самых первых ютуберов в провинции, такие как Макс Дип, Чарли Фрай, Мистер Кейк, Ковалевский и Рэмми МТА. Помните, как на провинции снимал даже Булкин. Помните, как мы заходили на провинцию и не понимали, что надо делать. Помните первую зиму на провинции. Как же все-таки тогда было атмосферно. Помните запуск радио провинции. Помните, что 25 декабря 2016 года была реализована фракция ЦГБ. Помните, что ровно через год после выхода беты 0.1.7 вышла бета 0.1.8. А еще через год вышла бета 2.0. Помните персонажа Булкина дядю Саню. Помните смерть дяди Сани. Помните похороны дяди Сани. Так, стоп, что-то как-то много про дядю Саню. Помните следующего персонажа Булкина, Петра Пистолетова. Помните последний ролик Булкина про инсы. Помните полковника Взяткина. Помните релиз войчата. Но только раньше войчат был доступен на определенных серверах. А вскоре его ввели на всех. Помните, как мы зарабатывали свои первые кровные на стройке или на шахте. Помните, как мы сдавали на права. Помните, как мы накопили на самую дешевую машину. И хотели ее купить, но в чате нам писали что-то типа. Извините, но чтобы иметь машину, вам нужно иметь дом или квартиру. А когда мы посмотрели на цены квартир, мы офигели. Ну и продолжили дальше копить. Помните опасного поцика. Это наша точка, блять. Ты на пенёк сел, должен кафе родить. Помните призрак мальчика в одной из квартир провинции. Помните доктора НМС. Помните, что раньше БУ находилась на ленте, а не в отдельном интерьере, как сейчас. Помните рубрику Макса Дипа, охотно разводил. Помните старые значки на карте. Помните старое казино, в котором можно было как много поднять, так и много слить. Помните обновление системы такси. Помните старый автопарк такси. Помните, как в Бетти 017 в таксопарке были битвы за машину такси. Помните, как мы все хотели поработать такси. Помните, что раньше даже 5000 игровой валюты были деньгами. Помните официальные трейлеры в демоверсии. Помните, как мы все ждали демоверсию. Помните, как добавили телефон и раньше он стоил денег, а сейчас его дают бесплатно после регистрации. Помните, что раньше на общественном транспорте ездили игроки. А сейчас таких игроков практически нету, ведь проще арендовать велик. Помните выход демоверсии. Помните 108-й тоннер и старые фары. Помните, что раньше на провинции их санщиков практически не было, а если и были, то их очень сильно наказывали. Помните, что раньше комьюнити на провинции было что ли добрее и адекватней, чем сейчас. Помните подвал в заброшенном доме в лесу деревни Азина, в котором есть телевизор с изображением видов. Ах да, азали ли вы, что из того подвала никак нельзя выбраться, и поэтому вам нужно было перезайти или взорвать себя гранатами, которые были там. Помните эти билборды возле деревни Водина. Помните то время, как только добавили контейнеры. Помните, что раньше игроки не так сильно нарушали ПДД, а на светофорах останавливались практически все. Помните те самые атмосферные ролики на ютуб про провинцию. Помните, как многие игроки, в том числе и я, хотели вступить в полицию или в министерство здравоохранения, но не могли из-за того, что мы не знали термины и РП в целом. Помните, как раньше сложно было вступить на службу министерства внутренних дел. Помните, что раньше, когда не было военного билета, в полицию можно было вступить без него, но только нужно было его отыграть командой. Помните, огромные очереди на метро, пилотов, инкассаторов и дальнобойщиков. Помните, огромные очереди на собеседование в какую-либо фракцию. Помните, когда пилоты и инкассаторы были самыми прибыльными работами. Помните, вот ребаланс работ. Кстати, он был 2 года назад. И после него зарабатывать деньги стало проще. Помните, анонс разработки новой карты. Помните, как раньше, возле Жуковского, обочины люди вставали на машинах и продавали фрукты, овощи и так далее. Помните, как мы только зашли на сервер, мы подходили к мажорам и просили у них деньги. Помните, как нас впервые забанили на провинции, но мы не знали, что такое форум. И вместо того, чтобы написать обжалование, запросить доказательства нашего нарушения, мы думали, что админы дауны и нас просто так забанили. Помните, как мы бомбили от того, что у нас был маленький фпс на провинции, хотя в GTA 5 фпс был больше. Хотя мы не только тогда бомбили, мы бомбим по сей день. Помните пародию Макса Дипа на трек 5 минут назад провинции. Помните еще одну пародию Макса Дипа на трек «Батя в здании». Помните третью пародию Макса Дипа на трек «Грибы тает лед». Помните появление первых фейков провинции? Если что, я их осуждаю, никогда на фейках не играйте, ведь это запрещено правилами серверов. Помните, что в одном из лесов провинции находится дробовик. Помните, что на Зайчем острове, где стоит Петропавловская крепость, раньше был пистолет, но после введения ОПГ оттуда пистолет убрали. Помните, что на здании банка города Мирный раньше был также пистолет. Помните, что на кладбище Вазина за одной могилой есть лопата. Помните пасхалку на МС. Помните старую газель, которая была у работников МЗ. Помните старый автопарк МВД. Помните, что на провинции получить машину без квартиры можно, открыв любой контейнер. Только вот этот способ не очень, ведь тебе из машин можно выпасть все, что угодно. Помните, как многие хотели снимать провинции, в том числе и я, но не могли, потому что у нас был слабый ком. Ну, на этом все. Я благодарен каждому, кто досмотрел этот ролик до конца. Надеюсь, вы доход что-то вспомнили, посмотрев это видео. И да, я понимаю, что здесь собраны не все ностальгические моменты, поэтому я за это извиняюсь. Поэтому, поэтому, ребята, напишите в комментарии свой ностальгический момент, которого не было в этом ролике. Я обязательно этот момент прочту и лайкну этот комментарий. Также не забывайте про подписку и лайк. А я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok